Праведные Захария и Елизавета дожили до глубокой старости, но не имели детей. Бездетность в то время считалась наказанием за грехи, была позором для супругов. Захария и Елизавета горячо молились о том, чтобы Бог даровал им ребенка. Захария был священником, и однажды, когда он служил в Иерусалимском храме, ему явился ангел и сказал, что у Елизаветы родится сын Иоанн, который приготовит людей к встрече со Спасителем. Захария так растерялся от неожиданности, что не сразу поверил словам ангела. За свое неверие он был наказан немотой и вновь смог заговорить только после того, как исполнилась ангельская весть. Когда же родился Христос, и Ирод узнал об этом от волхвов, которые пришли поклониться новорожденному царю, то он приказал убить всех младенцев мужского пола в окрестностях Вифлеема. Ирод боялся, что новый царь лишит его престола. Елизавета, взяв младенца Иоанна, поспешно скрылась в горах. Захария в это время исполнял свое служение. Ирод послал к священнику воина с требованием отдать сына. Захарий ответил, что не знает, где находится Иоанн. Престарелый священник был убит прямо в храме, но Ирод так и не смог отыскать младенца Иоанна. В честь праздника в храмах сегодня звучит песнопение «Тропарь», восхваляющее рождение святого Иоанна Крестителя. Пророк и предтеча пришествия Христова. Достойно восхвалить тебя не можем мы, с любовью почитая тебя. Ибо бесплодие родивший и немота Отца окончились славным и священным твоим Рождеством, и воплощение Сына Божия миру возвещается. Субтитры создавал DimaTorzok